Я хочу поделиться таким местом, я вообще-то назвал это слово, вообще я не планировал сегодня вот о какой-то теме конкретной говорить, но просто есть определенные переживания, которыми я бы хотел с вами поделиться, и я назвал эту тему так, идти до конца. Есть в нашей жизни вещи, где мы начинаем. Сколько было таких моментов, и я анализирую в своей жизни, где хорошо было начато, и по жизни потом. Есть вещи, которые начинают останавливать это движение. Есть ряд разных причин. В последнее время я задумываюсь, что были моменты, когда казалось, что уже невозможно двигаться, и руки опускались. Сейчас ты начинаешь понимать, что это были одни из лучших моментов, где Бог как никогда проверял сердце. Вы знаете, это не те сферы, где Господь просто хочет посрамить, Он хочет научить нас, чтобы мы именно в кризисные моменты могли не искать того, что ищет этот мир, и искать эти поддержки, на что опирается этот мир, но чтобы мы еще больше могли взыскать Господа, могли больше вцепиться в Него, держаться за Него, как бы тьма не сгущалась, и какие обстоятельства не стояли против. Бог остается Богом, и Он знает момент, где я нахожусь, через что я прохожу, и какие испытания в моей жизни. Все лучшее впереди, возлюбленные. Мы однажды, мы все равно преодолеем, мы однажды пройдем, если будем верны нашему Господу, мы пройдем до конца, если Господь будет в нашей жизни. Я прочитаю несколько таких мест Священного Писания, и мы потом будем молиться. Апостол Павел, он говорил о том, что в конце своей жизни, вы знаете, этот человек мог очень так сильно, авторитетно заявить, он знал, что приближается момент, когда он будет казнен, он знал, что он не просто, неизвестно, как-то жизнь закончится, он знал, и что он умрет, или так, будет казнен, это было честью для него за Иисуса. И он говорил, что дни мои, они подошли к этому, и Тимофею он говорит такое слово, очень интересно, он сказал так, это второе послание Тимофея, 4 глава, 7 стиха, «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Как все-таки это восторгают эти слова, когда в конце жизни, когда ты можешь посмотреть на пройденный путь и можешь сказать, что я подвигом добрым подвязался. Везде, где стоит это слово «подвиг», это значит, были моменты определенных сражений, определенного вызова, каких-то решений, и нужно было делать. И он говорит, я подвязался, течение совершил, веру сохранил. Он прошел этот путь, он мог заявить об этом, что я прошел. Я думаю, что не нужно ждать момента, когда наша жизнь подойдет к закату. Всегда мы проходим определенную линию в своей жизни, определенную черту. Можем ли мы, подойдя к определенной черте сегодня, заявить о том, что я подвигом добрым подвязался, что я преодолел что-то, что я не мог там что-то сделать, но Бог был со мною. Он укреплял меня. Вы знаете, в нашей жизни, когда мы что-то проходим, есть вещи, о чем мы очень сильно начинаем сожалевать. Я в своей жизни анализирую некоторые моменты, я думаю, «О, Боже, если бы вернулась жизнь, я поступил бы по-другому». «О, Господь, если бы я знал то, что сегодня я знаю, я бы уже не делал бы этих вещей». С другой стороны, ты начинаешь понимать, что чем больше времени ты живешь на этой земле, тем больше ты начинаешь осознавать, что все, что тебя раньше привлекало, что было ценностью, сегодня оно начинает тускнеть, потому что это теряет силы и влияние, потому что единственный, кто должен захватить и обладать моею жизнью – это Иисус Христос. Единственный, кто должен быть приоритетом – это только Он, Иисус Христос. Он единственный. Павел сказал, что он подвязался, и он сохранил веру, он прошел. Мы сегодня встречаемся с такими вещами в нашей жизни, когда строится наша вера на каких-то определенных служениях, на каких-то дарах, может быть, на определенных вещах, которые мне интересны. Сегодня некоторые люди, они могут сказать, я хожу в церковь, потому что я там участвую в том-то и в том-то деле. Я посещаю эту церковь, там так интересно, потому что мне нравится там, и называют там, что-то им нравится в этой церкви. И вы знаете, очень редко ты можешь услышать о вещах, что человека влечет в общение со святыми. Это присутствие Божие, это обогащаться им, это иметь познание, это реализовать себя не для какой-то динаминации, но для Божьего Царства, для Иисуса. Это жить не угодить какому-то титулу, какому-то религиозному обществу, но угодить Иисусу. Я живу, чтобы жить для Него, угодить Ему. Вы знаете, как важно сегодня эти вещи в нашей жизни, сегодня видеть их, потому что рано или поздно мы подойдем к определенной черте в этой жизни, когда уже невозможно будет отвернуть или откатить что-то назад, чтобы изменить. Но сегодня Господь, Он позволяет, чтобы наша жизнь была прожита правильно, нам необходимо, чтобы Иисус был не просто в сфере разума, но чтобы Он был реальностью в нашей жизни. Для кого-то нужно по-новому уверовать в Иисуса, для кого-то сегодня нужно по-новому пережить Его в своей жизни, сегодня кому-то по-новому нужно посвятить себя Богу и начать следовать за Ним, во что бы то ни стало. Кому-то нужно отказаться от тех вещей, в которых Он находится, ради того, чтобы познать Иисуса. Сегодня это нужно сделать. Не завтра, не тогда, когда на пенсии. Вот тогда я займусь собой. Нет, сегодня я должен подвязаться к добрым подвигам. Ради Иисуса преодолевать все трудности, идти и достигать цели. Первое послание Коринфянам, первая глава. Несколько стихов из этой главы. С четвертого стиха буду читать. Апостол Павел пишет этой церкви в Коринфинах. «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе». Все-таки, как Павлу было это открыто, что он мог непрестанно благодарить Бога? Непрестанно. Настолько это сильное было откровение. Он говорит, «Непрестанно благодарю Бога». О чем он так был благодарен Богу? Он говорит, «Ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, благодать была дарована. Потому что в Нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием. Ибо свидетельство Христово утвердилось в вас. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа». Оказывается, есть одно условие. Условие, чтобы жить в победе, преодолеть поприща, достигнуть результатов, которых Бог определил, исполнить его волю. Это условие, о котором говорит Павел здесь. Он говорит, «Потому что в Нем, только во Христе, в Нем мы обогатились, в Нем мы имеем эту полноту, в Нем мы имеем все, чтобы преодолевать, наступать, достигать и осуществить то, что Бог определил. Только в Нем. И благодаря этому, что мы в Нем, Он со своей стороны написано, что утвердит вас не на один год, не на десять лет, но до конца. До времени, сколько я буду жить здесь, Он будет утверждать, Он будет поддерживать, Он будет укреплять, Он будет помогать, утвердит вас, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Иисуса Христа. Верен Бог, которым вы призваны в общении Сына Его, Иисуса Христа, Господа нашего. Вы знаете, я благословен этим местом, потому что я знаю, что в нашей жизни нету таких моментов, где бы мы могли чего-то достигнуть, могли бы сказать, о, как я сильно постарался, вот у меня получилось. Я не знаю, у кого есть такие способности, но у меня они есть. Посмотрите, что я сделал. сегодня люди, то есть человеку свойственно хвалиться чем-то, хвалиться каким-то вещами, хвалиться какими-то достижениями. Сегодня это свойственно, не просто сегодня, всегда это было, это свойственно. Но, когда мы начинаем понимать, имея откровение, что я в Нем, во Христе, то я начинаю так же понимать, что любые достижения, это не потому, что я такой, а потому, что Он, и я в Нем, и Он во мне, и мы имеем эти результаты. Павел говорит о том, что до конца Он будет утверждать. Вы знаете, не кто-то вдохновлять будет, Он будет. Есть в нашей жизни моменты очень трудные. Я хотел бы, чтобы мы очень правильно могли понять, не все, что начинается ярко, может закончиться ярко. не все, что началось хорошо, правильно, может закончиться, может закончиться не совсем хорошо. Вы знаете, некоторые люди так говорят, если Бог это начал, то обязательно все будет закончено хорошо. Нет. Бог, который начинает, и мы послушно Ему, мы реагируем на то, что Он предлагает нам. Иисус очень ясно сказал, что человек, который взялся за плуг, это было от Бога, взялся за плуг, но, говорит, который оборачивается назад, неблагонадежен для Царствия Божьего. Человек взялся, взялся он за дело, вроде бы начал, но потом стал поворачиваться, стал оглядываться, неблагонадежен. Есть несколько таких моментов в нашей жизни, когда мы должны четко понимать, что на каждом этапе нашего успеха Бог обязательно проверит, полагаюсь я на Него или на достижения, которые в моей жизни я вижу. Ему самое важное, это чтобы мы до конца дней жизни могли полностью уповать на Него, всегда держаться за Него, всегда искать Его лица, никогда не разменяться на то, что мы достигли, а всегда, при любых условиях, Господь, Ты мне нужен, я хочу большего, то, что я имею, это мало. Вы знаете, есть вещи, в чем мы нуждались вчера, и когда мы сегодня это имеем, это не повод успокоиться, сказать, ну все, мы просили, Господь дал, нет, Господь дал, для того, чтобы мы увидели больше через это и могли пойти дальше. Я хочу привести пример одного царя, это записано во второй книге Параллелепоменон, 26 глава. Этот царь был Озия. Вы знаете, этот царь, он в 16 лет пришел на царство, в 16-летнем, молодой парень, молодой человек, он стал царствовать, и написано, он делал угодное в очах Господних. Он был примером. Вы знаете, он сделал переворот в Израиле, в Иудее, в Иерусалиме. Как никто, он оградил этот город, он создал новый вид оружия, он построил башни, он, это, вы знаете, стратег был, и мудрость Господь давал ему. Но вот я хотел бы прочитать, что с 15-го стиха. «И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтобы они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней, и пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался сильным». Все узнали что-то новое. Этот человек придумал то, что у других не было. Все испугались. Они признали его силу. 16-й стих. «Но когда он сделался силен, возгордило сердце его, на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим, ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре Кадильном, и пошел за ним Азария священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных, и воспротивились Озии царю, и сказали ему, «Не тебе, Озия, кодить Господу, это дело священников, сынов Ароновых, посвященных для кождения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа Бога». «И разгневался Озия, а в руке у него кодильница для кождения, и когда разгневался он на священников, проказа явилась, начали его пред лицом священников в доме Господнем у алтаря Кадильного». Вы знаете, такое хорошее начало, такой успех, такое движение было. Люди восхищались, страх пришел на окружающих людей, он стал сильным. Вы знаете, это тот момент, когда происходит самое большое испытание, когда ты имеешь определенный уровень признания, влияния, на тебя смотрят, что-то от тебя хотят получить, и в этот момент есть опасность, просто сила, которая принадлежит к Господу, охрана, защита, которую от Него перевести на себя. Я достиг, я прошел, я успешный, я сильный. И он говорит от этого, что он не Бога прославил, не сказал, «О Господь, какой Ты великий, Ты оградил Израиль, Ты дал мудрость». Написано здесь так, что когда он сделался силен, его сердце возгорделось, гордость пришла, и пришло падение. Начало было хорошее, начало было от Бога, его сердце стремилось, чтобы угодить Богу, но наступил момент, когда гордость, гордость имеет очень много сфер, одна из сфер гордости, которую хочу подметить, это не просто над кем-то возвышаться, это сфера, когда человек становится уверенным в себе. Я хочу подметить именно вот эту часть гордости, когда человек уверен в себе. Я знаю, должна быть уверенность у нас в определенных вещах, но есть вещи, когда мы должны полагаться на Господа, а мы уверены в себе. В себе. И когда мы на себя надеемся, потому что мы оглядываемся, я прошел этот путь, я чего-то достиг, какие-то определенные достижения, признание, сила. О! Это не просто так. И вы знаете, в этот момент от этого возгорделось его сердце. Дорогая церковь, я уверен, Бог, Он желает, проводя, когда Он проводит нас, научить нас, чтобы во всех испытаниях, на всех рубежах мы могли научиться признавать Его власть, Его силу, Его могущество. И что бы ни было в нашей жизни, это Бог позволил нам пройти, это Господь позволил нам достичь, это Он мой успех, на Него я уповаю. Когда наше сердце постоянно уповает на Него, несмотря ни на что, что может окружать нас, мы будем людьми, которые дойдут до конца. Они тогда будут иметь успех. Вы знаете, Давид, он в 15-м салме, он говорит, что межи мои прошли по прекрасным местам. В конце своей жизни он делал анализ, он видел разные вещи, и во всех этих вещах, даже тогда, когда у него были срывы, когда он поступал неправильно, он все равно мог видеть, как Бог чудесным образом учил Его. И он всегда в эти моменты не искал поддержки у людей, он искал Бога. Я вижу, что в это время, в которое мы живем, сегодня церкви так важно взыскать Господа. Не то, что мы сегодня имеем, а то, что Бог имеет для нас, войти в это состояние, не полагаться на себя. У кого-то, возможно, Бог, Он испытывает нас в том, в чем мы сегодня находимся. У кого-то финансовый кризис, а у кого-то финансовое изобилие. Бог и тех испытывает, и других испытывает. У кого-то, может быть, успех в чем-то, а у другого, может быть, ничего не получается. И Господь того испытывает, и другого испытывает. Есть люди, у которых как бы ничего не получается, они смотрят на других, вот Он успешный, Он чего-то достиг, я стараюсь, у меня все из рук валится, я не знаю, что делать. В этот момент нужно перестать роптать. Нужно перестать искать крайнего. О, это, наверное, из-за того, что я упустил время. Это, наверное, из-за того, что я не получил образование. Это, наверное, из-за того, что я родился в такой семье. Я помню, как один человек подошел ко мне и говорит, да, тебе хорошо, ты родился в верующей семье. Твой дедушка был верующим. За тебя молились еще до того, как ты родился. А вот мне не повезло, я родился в плохой семье, поэтому я такой неудачник. Нет, вы знаете, счастье наше – это Иисус Господь. Благодаря тому, что мы в нем, как говорит Павел, Он доведет до конца. Почему люди не доходят до конца? Потому что они выходят из покровительства Божьего. Они надеются на себя, на свои силы. Тогда Бог не нужен. Но когда мы в постоянной нужде, Господь, Ты мне нужен. Господь, я нуждаюсь в Тебе. Наполни меня. Откройся мне. Хочу познавать Тебя. Забывая заднее, простираюсь вперед. Поймите, это то, что нравится Господу. Это то состояние, когда я завишу от Него во всем. Это состояние моего благословения. И что бы ни было в моей жизни, какие бы трудности, кризисы, какие потрясения, я держусь за Него. Вы знаете, Бог может делать из невозможного возможного. Давайте проанализируем, какие мотивы в нашем сердце. Есть люди, говорят, ой, я хочу разбогатеть. Тебе зачем богатство? О, ты знаешь, пастор, ну, конечно, я сразу на дело Божье выделю большую сумму. А дальше? Ну, дальше, конечно, своим родственникам помогу. Ну, там еще, вот. Вы знаете, цели наши очень узкие. Для Бога не нужно, чтобы мы из-за каких-то вещей оказались в сетях дьявола. Ему нужно наше сердце, а он знает, как использовать нас. Или же через финансы будет использовать, или через другие вещи. Главное, чтобы наше сердце было в его руках. Тогда не будет места гордости. Тогда не будет превозношения. Тогда не будет это я достиг. Тогда будет это он использовал меня как сосуда. Это была такая честь быть в его руках и быть использованным моим Господом. Такая честь. Я просто на память приведу эту историю библейскую, вы ее помните. Когда в Израиле был очень сильный голод. Когда войско сирийское окружило Израиль. И вы знаете, в городе, где был царь, был такой голод, что уже не было кушать. И Бог сказал пророку, чтобы он пришел и сказал, что завтра цены изменятся. Вы знаете, люди покупали птичий помед. Я не знаю, что они могли использовать для пищи, но они его покупали. Такой голод был. Люди платили деньги за ничто, вообще за навоз, чтобы как-то выжить. И вы знаете, сановник царя не поверил. Он говорит, даже если небесные окна откроются, даже если с неба все это упадет, это невозможно. Чтобы завтра, не просто в процессе там месяц возьмет восстановление, а завтра. Он не поверил. Вы знаете, ничего не изменяется, все вроде бы так же идет, наступила ночь, и вот четыре прокаженных у ворот этого города. Четыре прокаженных. Это вообще люди отверженные. И они рассуждают. Если мы пойдем в город, мы умрем. Если останемся здесь, возле ворот, мы тоже умрем. Если мы пойдем к сирийцам, мы, может быть, тоже умрем. Ну, а может быть, они накормят нас. То есть, из всех ситуаций везде они видели, что они умрут. Но есть небольшой шанс на жизнь, если они пойдут туда. Вы знаете, Бог не послал каких-то знаменитых людей, чтобы испугать войско сирийское. Он не послал каких-то отборных. Это были просто отбросы общества, прокаженные люди. Ими гнушались. Сегодня кто-то может сказать, о, у Бога есть какие-то особенные люди. У Него особенные те, которые послушны Ему. Не имеет значения, имеешь ты образование или нет, в какой ты семье родился. Если однажды ты позволил Иисусу прийти в твою жизнь, и ты Ему послушен, это все, что нужно. И вот эти вот прокаженные, они пошли. И мы знаем, что произошло. Сирийцы услышали, как будто огромное войско, колесницы, шум коней, шум народа, бряться не оружие. Они услышали, и страх такой пришел, что они ничего не взяли, все побросали. И в страхе они убежали. И когда приходят туда прокаженные, никого нету, стоят лошади, пища, вот только готовили, столько еды. Вы знаете, Бог берет ничтожное, и таким образом Он использует, что на следующий день в этом городе эта еда, она была такой дешевой, такое изобилие было. Вы знаете, простых, отверженных, никому не нужных Бог берет и использует. Этим самым я хочу подчеркнуть, не смотри, на каком ты сегодня уровне, смотри, имеешь ли ты общение с Богом. Вот это важно. Вот это самое важное. Сегодня все, что мы должны, к чему приложить усилия, это быть в общении, как написал Павел, в общении с Господом Иисусом Христом, пребывать в этом общении, находиться в этом. Вы знаете, другие вещи тогда перестают меня интересовать. То, что связано с этим миром. Почему сегодня люди распыляются на политику, на другие вещи, они так переживают, ссорятся, ругаются, еще что-то, обиды носят, раны такие у них, потому что нету этого общения. Но когда приходит общение с Ним, когда мы наполняемся им, наш путь, никакие силы не могут остановить нас на этом пути. эти люди достигнут цели, дойдут до конца и могут в завершении пути сказать, подвигом добрым я подвязался, веру сохранил, течение совершил, а теперь готовится мне венец жизни. Халлилуйя! Господь призвал нас, чтобы этот путь был пройден, и он будет пройден при условии, если мы пребываем в Нем. Давайте мы встанем сейчас. Если так здорово в твоей жизни Бог начал дело, Он силен его и совершить до конца. Бог силен. Мы читаем об этом, мы читаем, как Павел пишет филиппийцам об этом, он говорит, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Господа Иисуса Христа, начавшее дело в нас. Единственное, кто может помешать этому, это я сам. Пусть сегодня Дух Святой высветит те моменты, когда мы были на определенном рубеже, где нужно сделать правильное решение, довериться Господу, положиться на Него. Я стал надеяться на свой опыт, на свои достижения, на то, что было у меня раньше, на то, что меня сегодня окружает. Возлюбленные, в этих вещах нужно покаяться и снова вернуться к Господу и сказать, Господь, я хочу всегда пребывать с Тобою, я хочу, чтобы Ты меня вел, потому что нету силы, которая могла бы остановить Иисуса, а это значит, если мы пребываем в Нем, мы дойдем с Ним до конца, мы преодолеем все с Ним, мы победим любые битвы с Иисусом Христом, мы поднимемся на любую вершину, если мы с Ним, но без Него мы обречены на поражение, без Него страхи будут брать усилия над нами, как важно это ощущать, что Господь с нами, тогда приходит уверенность, я вспомнил сейчас свидетельство одного служителя, который приехал в Пакистан, его привезли в один город, где было много мусульман, и когда они подъехали к месту, где должно проходить служение, было много людей там, и его остановили, и сказали, приехали боевики, они окружили это место, полиция, которая должна охранять это место, они испугались, они ушли, а те заявили, что если начнется служение, то они уже заложили несколько взрывчаток, и этого пастора они взорвут так же, и говорят, тебе лучше удалиться, мы сейчас распустим людей, и все будет нормально, и он говорит, я стоял, и это слышали, говорит, пастыря многих церквей, которые съехались с этой страны, и говорит, я стоял, и я ощутил, как страх прошел через меня, я, говорит, стоял с открытыми глазами и смотрел, кто-то, может быть, думал, что, говорит, я в этот момент имею какое-то особенное общение с Богом, но я просто думал, что делать дальше, и говорит, в этот момент, когда я рассуждал, я ощутил, что кто-то коснулся меня за мое плечо, я, говорит, посмотрел, никого не было, я снова стал рассуждать, Господь, Ты привел меня сюда, Ты привел меня, для того, чтобы многие сегодня услышали о спасении, эти люди собрались, чтобы услышать о том, что Ты есть Господь, неужели я должен уйти, и снова, говорит, я ощутил, что кто-то положил руку на мое плечо, и я понял, что это был Дух Святой, и он очень нежно проговорил мне на ухо, не бойся, я с тобою, я здесь, и говорит, что-то в этот момент наполнило меня, и страх ушел, я, говорит, вышел, и, говорит, начал проповедовать, начал делиться моим Господом, я, говорит, не знаю, куда делись эти боевики, которые пришли, но, говорит, огонь Божий с такой силой сошел на то место, что было такое покаяние, крещение Духом Святым, чудеса были с такой силою, многие из этих людей, которые пришли помешать, они убежали, остальные вышли на покаяние, вы знаете, когда мы верны нашему Господу, когда мы держимся за Него, и когда мы бываем на этих рубежах испытаний, и мы полагаемся на Него, вы знаете, успех гарантирован, Бог будет прославлен, дьявол будет постыжен, халилуя, дорогой Господь, мы благодарны Тебе, что Ты есть в нашей жизни, мы благодарим Тебя, что Ты ведешь нас, Ты проводишь нас через определенные... ... ... ... ... ...